привет друзья в этом видео я вам расскажу о двух жизненных направлениях практически есть вот два жизненных направления и каждый из вас должен выбрать да вот каким путем идти понимаете я сейчас вам буду рассказывать даже свою философию за свой путь потому что вот есть два пути путь борьбы и путь любви путь счастья вот я сейчас вам буду приводить примеры и сравнивать старое мышление и новое мышление вот будет очень интересно обязательно досмотрите это видео до конца мне вот часто задают люди вопросы откуда у тебя берутся вот эти вот идеи ну друзья во первых из жизни я это все переживаю я этим живу я живу своей философией понимаете я живу своим мышлением можно сказать и понятное дело сталкиваюсь со старым мышлением и вот на этом контрасте я делаю там определенные выводы и рассказываю вам о них я хочу чтобы вы для себя определились каким путем вы будете идти потому что это очень важно итак смотрите такой пример есть компания а и компания б у компании б 100 клиентов и у компании а 100 клиентов как сделать так чтобы компания б стала круче вот как сделать так есть два пути первый путь путь борьбы компания б может испортить репутацию компании а как-то там с ней бороться и часть клиентов от компании а перейдут к компании б а можно пойти другим путем можно создать ценность можно пойти путем любви создавать больше ценностей и люди будут пользоваться компании б потому что она концентрируется на пользе она создает пользу она несет больше пользы чем компания а понимаете так чему я веду и вот это моя ребята жизненная философия и сейчас я вам прочту свою цитату потому что я так живу я так работаю и весь канал вот посвящен вот этой философии смотрите как быть успешнее твоих конкурентов пока твои конкуренты думают как испортить тебе репутацию а ты думаешь как дать больше ценности людям ты всегда будешь на шаг впереди пока твой конкурент спит ты развиваешься пока твой конкурент ищет изъяны в тебе ты прокачиваешь новые навыки в себе пока твой конкурент только скопировал тебя ты уже придумал что-то новое вот такой вот принцип успеха вот моя ребята философия и вот какой плюс этого пути какой плюс этого направления потому что в этом направлении вы развиваетесь вы растете вы сосредоточены на пользе вы всегда в хорошем настроении а в первом направлении направлении борьбы вы всегда в стрессе понимаете вы всегда в плохом настроении потому что вы боретесь вы вечно в каких-то терках вы и так добиваетесь результата и так но когда вы идете первым путем вы намного больше энергии тратите а так вы помогаете себе когда вы идете вторым путем вот моя философия я думаю многие со мной согласны что так круче и вот это касается вообще всех сфер я просто привел пример да с компаниями это даже касается того же ютуба да вот обучение да есть каналы которые разоблачают да а есть каналы которые несут пользу как мой канал в обеих случаях оба блогера к примеру нацелены там на благое дело да вот один разоблачает например мошенников вот критикует их показывает людям правду но вот если например весь контент будет построен на негативе понимаете какая будет реакция у людей у них будет апатия они думают ну вот такой вот мир да все друг друга разводят я тоже буду разводить вот как люди будут думать я тоже не буду ничего делать а вот если какой-то блогер несет пользу там уже аудитория концентрируется на возможностях она хочет чего-то добиться она хочет чего-то достигать понимаете она нацелена на успех потому что негатива и дерьма в мире так полно а если о нем еще и говорить на каждом углу понимаете его будет еще больше это же ничего хорошего не несет людям понимаете так что вместо того чтобы предупреждать людей как все плохо лучше показать им как сделать так чтобы было хорошо понимаете вот два пути первый путь вроде бы тоже да нацелен на благое дело но это не так потому что чем больше акцент на хорошем тем меньше люди зацикливаются на плохом тем меньше они замечают это плохое и тем меньше этого плохого в их жизни есть вот много людей которые борются системой но система и всегда будет ломать потому что они в борьбе система всегда сильнее не нужно системой бороться а почему бы не нести больше ценности чтобы люди меняли свою жизнь благодаря той ценности ты всю систему не перестроишь да ты будешь еще одним то маленьким винтиком системе и система тебя сломает да ты боролся ты был за благое дело но да если ты против кого-то попрешь тебя убьют или там посадят а вот если ты несешь пользу не вредишь системе но вот этой пользой ты делаешь больше полезного для людей чем когда ты там боролся это же лучший путь плюс тебе от этого хорошо людям от этого хорошо они начинают чего-то добиваться они начинают во что-то верить и вот моральный дух общества можно сказать растет понимаете к чему я веду вроде бы до 2 одинаковых пути но они кардинально разные конечно же я вот на сто процентов прям не придерживать своей философии где-то на 80 90 может быть понимаете потому что иногда какие-то там разоблачения иногда сказать людям правду нужно но просто сказать предупредить не копаться в дерьме понимаете просто предупредить это должно быть 10 процентов а вот 90 процентов это польза должна быть понимаете 90 процентов пользы должно быть посмотрите на мой контент посмотрите на мою жизнь посмотрите на мою философию у меня тоже на ю тубе есть какие-то разоблачения да я тоже не могу молчать когда уже что-то слишком жесткое нужно людей предупредить но в основном нужно нести только пользу только ценность и люди меняют жизнь вряд ли до кому-то там из блогеров люди пишут что вот благодаря тебе я изменил жизнь я говорю про тех блогеров которые там несут только негатив вряд ли они напишут ему письмо вот благодаря тому что ты меня предупредил я не вляпался там до в дерьмо спасибо тебе огромное я сохранил деньги такого письма никто не напишет а вот когда ты помог человеку когда ты изменил его жизнь вот тогда он тебя поблагодарит потому что это для него намного важнее до чем то что он там не попал в какую-то там опасность понимаете вот что важно я хочу чтобы вы выбрали вот второй путь конечно же вам выбирать но вы должны взвесить все за и против понимаете но самое главное для меня то что второй путь он несет счастье а первый путь он несет страдания и вот я считаю что мы можем изменить мир только если пойдем по второму пути и вот так вот мы друг другу будем помогать но конечно же какая-то там часть критики разоблачение должна присутствовать чтобы вот жестко предупреждать людей чтобы вот отряхивать их от всякой там лапши но не наваливать на них эту всю лапшу этот весь негатив потому что это люди очень жестко демотивируют и они не хотят вообще действовать они не хотят менять свою жизнь вот если таких каналов полезных будет много да давайте создавать такие каналы в разных странах давайте менять мышление от этого контента же только лучше только лучше он никому еще вреда не нанес этот контент а если вам этот контент не нравится вы просто этот контент не смотрите вот и все но если вы захотите изменить свою жизнь вы измените ее только благодаря вот такому общему настрою когда каждый будет друг друга подтягивать вдохновлять мотивировать только так мы изменим мир сейчас уже вы видите да как меняется мир сколько людей сейчас начинают заниматься спортом там следить за собой читать обучаться раньше такого не было и вот этот процент думающих людей он все время растет и это круто это очень круто и таких каналов как мой на ю тубе будет все больше и больше это тоже круто конечно же мошенники будут без них никуда но я считаю что мы на правильном пути ну что друзья огромное вам спасибо за просмотр за поддержку обязательно поделитесь этим видео с друзьями пишите в комментариях что вы думаете по поводу моей философии подписывайтесь на все мои полезные каналы на канал по мотивации на канал по торговле и на основной канал и стартинг нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео обязательно подписывайтесь на мой инстаграмм там только польза только мотивация ничего там деструктивного нет никакой рекламы там нет вообще никакой дичи там нет ссылка в описании ну не забудьте поставить этому видео лайк спасибо вам что вас так много всем пока